МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Я Марфа Смирнова, ведущая программы Inside the Week. Помните, в начале недели появились фотографии цинковых гробов, которые выбросили в Белгороде? Многие удивились тому, насколько они хлипкие, дешевые и в целом страшно выглядят. Мне кажется, это довольно яркий символ отношения в России к погибшим. Мы сегодня покажем лица этих людей, назовем, например, имена погибших заключенных, а их сотни. Кроме того, в этом выпуске. Сперва контрактники, а теперь и мобилизованные. Мы нашли новый лагерь для отказников, на этот раз в Донецкой области. Эксклюзив инсайдера. Сотни зэков, завербованных в ЧВК Вагнера, убиты на войне в Украине. Что говорят их родственники. Путин готов стрелять по своим, но есть ли те, кто встанут под пули? Михаил Ходорковский о возможной революции в России. Ко мне сегодня обратились жены и матери мобилизованных, которые отказались убивать. Их поместили в специальный лагерь. О нем до этого никто не рассказывал. Находится он в селе Завитне-Бажане. Это Донецкая область. Мы сообщали уже о подобных местах в так называемой ЛНР, в Брянке и Перевальске. Солдат отказников держит снова в подвалах, в чудовищных условиях. Вот, собственно, фотография прямо оттуда. И муж Елены Кашиной тоже есть на этом снимке. Она согласилась дать нам интервью, не скрывая ни лица, ни имени. Абсолютно никакого нет опыта боевого. В армии, когда он служил, он ремонтировал БТРы в гараже. Так и записано в военном билете. Водитель по ремонту и эксплуатации тяжелой техники. На полигоне, когда они находились, из ружья автомата, то есть они один день постреляли, он говорит, прицел у автомата на бок свернутый. Я попробовал, в 400 метров никуда не попал, с 200 метров никуда не попал, так же со 100 метров. Ну, никуда не попал. Как там можно попасть? Кривые дула. И второй день они вот рыли окопы. Вот и вся боевая подготовка. Неделю, он потом в выходные дни туда-сюда. И отправили их уже в Украину. На связь он вышел где-то 10-го, или немного ранее, возможно, рассказывал, что пытаются они там отвоевывать лесополосы, и что ходят, несут вахты в окопах, что когда он вышел из одного окопа, в него заступили двое ребят, и их убили там. 12-го числа, 12-го октября, он мне позвонил и сказал, что их заставляют идти на штурм вражеских позиций. Он говорит, я для себя осознал, что я никогда не смогу убить человека. И говорит, как я пойду туда? Я закрою глаза или уши руками, и меня просто расстреляют. 12-го числа написал рапорт, а перед тем, как написать, замполит пятой роты у них там в ДНР, где он находится, сказал, если вы, ребята, будете что-то писать, мы вас расстреляем и закинем в общую яму, а родственникам напишем, что вы без вести пропавшие. Получается, мой муж и ещё 14 человек, он мне позвонил и сказал, Лен, меня, возможно, сегодня расстреляют, наши же расстреляют. Полностью морально подавленные люди, их поломали просто психически, психологически, и их увезли и закинули в подвал неподалёку от передовой. Я знаю, что выходят ребята на связь и говорят, что неподалёку от передовой вот в подвале. Были сначала их 8 человек, сейчас на данный момент уже 21 человек. И всех, ну, прям такие ужасные страсти, говорят, что вы должны идти на передовую и убивать детей даже, женщин, все, кто попадётся, там просто будет вестись зачистка, вы должны убивать всех. Мобилизация завершена, точка поставлена. Это слова Владимира Путина. Кстати, только слова, указа-то никакого не было. 318 тысяч мобилизованных, цифра, опять же, озвученная российским президентом. Это много или мало? Эффективны ли они для того же сдерживания контрнаступления? Освобождение Херсона не раз анонсировалось представителями Украины, буквально со дня на день, но в последний месяц заметного продвижения ВСУ на этом направлении не особо наблюдается. Мы поговорили с военным экспертом Сергеем Грабским о том, какую роль в этом как раз сыграла та самая мобилизация. Что касается того, насколько могут мобилизованные повлиять на эту войну, они могут оттянуть её конец. Знаете, как говорят люди. Почему? Потому что это связано, ну, знаете, с оперативными, есть такое понятие оперативный расчёт. И в оперативных расчётах не учитывается как бы уровень морального состояния войск, уровень подготовки войск, учитываются физические единицы, то есть численность противника, который противостоит тебе. Исходя из этого делаются определённые расчёты. согласитесь, как в любом бизнесе, простите, цинизм, переработать, как говорится, условные 100 тонн груза и 200 тонн груза требует разного количества усилий и ратными затратами времени. То есть здесь речь идёт о том, что это просто будет оттягивание огонь. Жертв будет больше, разрушений будет больше, но результат предсказуем. К сожалению, ну, я, конечно, не имею права указывать государственным деятелям Украины, как им высказываться и что вы не должны говорить. То есть, ну, знаете, они побежали немножко впереди паровоза. Сказать, что на следующем или через две недели Херсон будет свободен, конечно, можно. Насколько это объективно и очевидно, если я не ошибаюсь, эти сроки взятия Херсона переносились уже как минимум 3 или 5 раз. Почему все решили, что мобилизация закончена? Это, в общем-то, ну, неправильно, мягко говоря, знаете, чтобы не говорить более жестких слов. С 1 ноября, с 1 ноября стартовал призыв вооруженной силы Российской Федерации. Объявив или задекларировал окончание так называемой мобилизации российская военная машина или государственная даже машина приступила к следующей фазе концентрирования войск, а именно вот эти 120 тысяч мальчиков, которые будут призываться в леды вооруженных сил Российской Федерации. Маховик западной помощи раскручивается, и Украина имеет порядка только одних снарядов калибра 155 миллиметров, то, что ей было поставлено, порядка миллиона штук, если быть точным, 930 тысяч. Поэтому не имеет значения, ну, просто будет больше снарядов еще поставляться, и опять же, используя систему, вернее, концепцию бесконтактной войны, будет больше уничтожаться на безопасном для Украины расстоянии войск, вооружения, боевой техники, материальных средств. Вот и все. Мобилизованные, это плохо подготовленные бойцы, у которых нет навыков и даже амуниции. Из оружия зачастую лишь автомат и граната. Хорошо, если жена вообще купила бронежилет. Они не смогут серьезно повлиять на ход войны. Такую оценку мы слышали из Киева. Однако больше 300 тысяч, это, считай, уже целая армия Путина. Представьте, сколько снарядов, ракет и пуль нужно, чтобы остановить такое количество солдат. О том, могут ли мобилизованные затормозить контрнаступление и дать необходимую в Москве передышку, об этом поговорим прямо сейчас с советником главы Офиса Президента Украины Михаилом Подалеком. Он присоединяется к нашему эферу. Михаил, здравствуйте. 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 Итак, после объявления мобилизации сложилось впечатление, что Киев как-то, что ли, не отнес к этому как к серьезной угрозе. При этом видимых успехов ВСУ после этого мы не наблюдаем. И вот наш предыдущий спикер, вы его, наверное, слышали, говорит, что связь очевидна. Для вас она очевидна или нет? Ну, во-первых, я хочу сказать большое спасибо вам за ваши расследования. безусловно, безупречны и показывают тип войны, который идет. Я имею в виду и расследование, касающееся и главного учислительного центра, и расследование по отказникам. Вы его ведете уже не один месяц и очень четко показываете, как эти люди принуждаются к войне против Украины, какие мотивы в этой войне. И вот то, что вы только что сказали в предыдущем репортаже по поводу жены, я имею в виду одного из отказников, которая сказала, что их заставляют буквально зачищать, убивая детей и женщин, это, конечно, фундаментально четко очерчивает тип ведения войны против Украины со стороны Российской Федерации. А теперь, во-вторых, что касается мобилизации, честно говоря, я не очень сторонник того, чтобы там алармистски говорить о том, что это никак не будет влиять на ход войны. Наоборот, я считаю, что действительно, и господин Грабский абсолютно прав, количество людей все-таки будет влиять, оно будет тормозить наступление как таковое, потому что действительно придется тратить гораздо больше ресурсов, я имею в виду прежде всего снарядов, тяжелых снарядов и реактивных систем для того, чтобы вот это количество живого ресурса уменьшить, существенно уменьшить и так далее. То есть, Россия действительно за счет мобилизации, а мобилизация не останавливалась, мобилизация переходит в призыв, а потом обратно будет мобилизация. За счет вот этой мобилизации, за счет того, что она хочет укрепить первый, второй эшелон обороны просто людьми, даже неважно подготовленной или нет, она хочет как раз и получить вот эту оперативную паузу для того, чтобы перестроить свое, скажем так, оборонные возможности и прежде всего увеличить количество ударов крылатыми баллистическими ракетами и дронами иранского происхождения, потому что своих уже практически не осталось по энергосистеме и таким образом попытаться перевести вот этот конфликт именно в уничтожение гражданской, глобальное уничтожение гражданской инфраструктуры. Поэтому, конечно, мы достаточно серьезно оцениваем вот этот, скажем так, мобилизационный потенциал Российской Федерации. Ну и, наконец, в-третьих, вы абсолютно правильно опять же ставите акцент на том, что рассказывать мы там через неделю, через две недели, через три недели возьмем Херсон или не возьмем Херсон, это выглядит как-то странно, на мой взгляд, и я об этом неоднократно говорил, что вот все, что касается оперативно-тактической обстановки на фронте, должен комментировать только Генеральный штаб, который точно понимает, когда мы возьмем или возьмем ли что-то вообще и как мы это будем делать. То есть нет смысла предварительно об этом говорить, есть смысл говорить только после того, как уже тот или иной обоевых действий. Это там не тысяча, не две, это порядка там десятки тысяч уже мобилизованных, они не готовы, они находятся компактно, они даже не понимают, что происходит, и соответственно вот этих компактных мест мобилизованных все больше, которые я имею в виду уничтожены, украинской тяжелой артиллерии, реактивной артиллерии, ствольной артиллерии, их все больше становится, и да, мы видим резкое увеличение количества смертей среди военнослужащих российской армии, так как мы понимаем, что как раз-таки на переднем крае находятся люди, которые совершенно не имеют военного опыта как такового, совершенно не понимают тип войны, вот у вас хорошее было сравнение, что это бесконтактная война, я бы ее назвал скорее артиллерийской войной, и действительно мы видим в последние недели полторы некоторое увеличение количества смертей, то есть если раньше, допустим, там это было 100-200 смертей, то сейчас мы видим, что ежедневно счетчик идет на 400-500 смертей, подтвержденных, о которых говорит наша военная. Ну как раз очень важно понимать эту цифру, опять же важно, чтобы ее слышали те же самые матери и жены, потому что, наверное, во-первых, и они будут смелее, и отказников тоже будет становиться больше, но от мобилизованных еще к одной теме, вот Вашингтон-Пост написал о том, что администрация США попросила Украину якобы продемонстрировать то, что она готова к переговорам и даже готова на переговоры с Путиным, вы и правда получали какие-то подобные сигналы? Марфа, смотрите, во-первых, я немножко вернусь на тему матери и жены, скажем так, мобилизованных. Да, мне кажется, что все-таки смелости еще нету, смелости защищать членов своей семьи еще нету. Все еще часть людей, большая часть общества российского находится в эйфории, пропагандистской эйфории. Им кажется, что это какая-то легкая прогулка, и вот мы до сих пор еще видим, что большая масса пишет о том, что можно приехать кого-то убить, расчленить и так далее. Это достаточно просто, это как квест в игре. То есть вот этого ощущения, массового ощущения трагизма ситуации еще нету. Я думаю, еще какое-то время, еще какое-то количество смертей, я имею в виду там тысяча, две, три, пять, среди мобилизованных прежде всего, и мы получим, конечно, другую картину, другую картину общественных настроений. Это очень важно. И очень хорошо, что вы делаете эти репортажи, когда показываете хотя бы единичные голоса, трезвые голоса матерей, жен и там близких, родных, которых находятся сейчас на переднем крае. Это что касается этой части. Теперь, что касается переговорного процесса. Смотрите, мне кажется, что сейчас, накануне выборов, в том числе в Соединенных Штатах, очень много появляется спекулятивных статей, в которых достаточно странно прослеживается тема переговорного процесса как такового. На самом деле, вот у нас буквально на днях был здесь господин Салливан, советник по безопасности президента Соединенных Штатах, он очень тепло относится к господину Зеленскому. У нас нету разногласий с Соединенными Штатами. У нас нету каких-то непонятных высказываний со стороны официальных должностных лиц Украины. Мы четко артикулируем свою позицию. Безусловно, Украина переговорного процесса как такового. Вопрос в том, что Россия не хочет переговорного процесса. Россия хочет немедленного исполнения Украиной ультимативных требований. То есть, признайте факт оккупации, отдайте нам часть территорий и в принципе тогда мы можем с вами выйти на временное перемирие. Украина четко понимает, что переговорный процесс действительно возможен только при выполнении базового условия, о котором господин Зеленский постоянно говорит. Это вывод вооруженных сил Российской Федерации за пределы территорий, оккупированных территорий, включая Донбасс и Крым и соответственно выход на международно признанные границы Российской Федерации. То есть, таким образом мы вернемся в международное правовое поле. В рамках этого международного правового поля конечно мы сможем обсуждать те или иные вопросы в том числе по взаимоотношениям между Россией и Украиной. До момента вывода никаких конечно же переговорных процессов не будет, потому что Россия еще раз подчеркиваю не собирается вести переговоры. То есть, я бы здесь расставил акценты иначе. Украина готова к переговорам после того, как ее территория избавится от присутствия оккупационных администраций и оккупационных войск. Россия не готова к переговорам. Россия хочет только выполнения ультимативных требований. Соответственно, наши партнеры абсолютно точно это понимают и абсолютно точно понимают, что Украина занимает максимально прозрачную позицию и максимально точно говорит о рисках неправильное проведение переговорного процесса как такового. Я здесь подчеркну, что смотрите, наличие временного перемирия как такового будет означать то, с чего вы начинали свой репортаж, большой репортаж и большую программу. Оно будет означать возможность для Российской Федерации провести тренировку мобилизованных, накопить еще дополнительный ресурс мобилизованный, провести закупку тех или иных дронов и баллистических ракет у Ирана или у Северной Кореи и, соответственно, пойти в следующий этап войны с гораздо большей подготовкой. То есть, например, 300, 500, 600 тысяч и так далее. То есть, вы понимаете, что Россия не хочет на сегодняшний день, пока не решит те или иные территориальные или, я бы даже шире сказал, уничтожение правительства, нынешнего правительства Украины как концепции, Россия не остановится. Поэтому переговорный процесс возможен только после того, как Украина сможет на поле боя доказать свое превосходство. Спасибо большое за четкие ответы. Михаил Подоляк, советник главы ФСФ Президента Украины был с нами в эфире. Эксклюзив инсайдера в Украине погибли уже сотни российских зэков, завербованных ЧВК Вагнера. Уверенно, можно сказать, что их больше 500. Это доказывают похоронки и награды. Их родственникам убитых присылает руководство частной военной компании. Фотографии этих писем и медалей в соцсетях выкладывали матери и жены погибших на войне заключенных. Среди документов, которые получают родные, есть письма от замглавы ЧВК Вагнера Андрея Трошева. На каждом из них есть свой номер. Самое большое порядковое число на письмах в открытом доступе 458. Его 13 октября получили родные Владислава Иванушкина. Таким образом, можно предположить, что руководство ЧВК Вагнера сообщило близким о гибели как минимум 458 зеков, отправленных на фронт. В середину октября опубликовать фотографии наград погибших в интернете перестали, по всей видимости, запрет от командования ЧВК. Все больше и чаще попадаются люди, которые на момент своей смерти в Украине должны были находиться в исправительных колониях строгого режима. Стали попадаться определенный комплект наград, который очень похож фактически идентичным наградам компании Вагнера, которые вручались наемникам 2014 года. Это так называемый черный крест за мужество и отвагу. И вот обратил внимание на то, что измененный этот крест, то есть на колодке появилась зеленая такая вставка и, естественно, у меня вызвал вопрос, я раньше подобных наград никогда не видел. Начало выходить наружу, влазить о том, что люди заключенные, заключенные завербованы. У нас приходится всплеск вот этих наград, которые публикуют близкие, о том, что вот их родные погибли в Украине, но награждены такими наградами, он приходится как раз на сентябрь и октябрь. Комплект состоит из трех вещей. Это сам крест, это так называемое посмертное письмо от фейкового главы фейкового ЛНР посвящника и очень интересное письмо сопровождает вот эти предыдущие две позиции. Это письмо от одной из заместителей Уткина, Трошева, который на сегодняшний день возглавляет такую, я бы сказал, общественно-политическую настройку на чувака Вагнав, это Лига ветеранов и участников фокальных конфликтов и войн. И вот письмо за попись Уткина, Трошева, в адрес родным, имеет такой идентификационный признак как дата и конкретное число. Если нумерация писем за попись Уткина, в сентябре шла порядка 200, то на середину октября эта нумерация писем достигает уже походе к 500. Письма выписываются настолько плотно, что можно судить о потере. В промежутке за два дня фактически там речь идет о десятках писем, подписанных Трошева. Зная о том, что на сегодняшний день в районе на Авдеевском направлении Вагнав, не жалея ресурсов людских, пытается все-таки овладеть Бахмутом, прекрасно понятно, что пушечным мясом в этом отношении являются как раз вот эти вот зэки. Инсайдер проверил истории некоторых заключенных и поговорил с их семьями. Они рассказали, что их родственники действительно отбывали наказание в колониях, были завербованы в ЧВК и недавно погибли в Украине. Мой муж Роман Суслов действительно погиб в Украине. У нас общий сын. Он сидел 9 лет за убийство приятеля. Они выпивали и приятель сказал, что его отец какой-то не такой. Ему год оставался всего сидеть. Их отправили почти неподготовленным. Он в полиции давно работал. Навыки прошли. До тюрьмы 40-летний Роман Суслов служил в полиции, но в 2014 году сел за убийство человека. По словам жены, вербовщики из ЧВК Вагнера никаких бумаг семье не предоставили. Сам Суслов считал, что на фронт он едет формально как доброволец. Погиб бывший заключенный 6 сентября во время боев за Бахмут. Похожую историю рассказывает и сестра бывшего заключенного Евгения Абрамовича Зинаида. Она тоже слышала от брата о помиловании. Теперь после его смерти женщина рада, что хотя бы тело отдали семье. Здравствуйте. Действительно погиб в Украине. Только я никаких подробностей не знаю. Звонил мне оттуда по видео один раз. Уехал от ЧВК особо не рассказывал. Говорил, что все хорошо, чтобы не переживали. Их же помиловали и они уже добровольцами поехали. По бумагам так получается. На руки бумагу о помиловании не выдавали, по его словам. Спасибо, что похоронить дали. Читала много статей, что ищут сыновей, мужей и братьев по три месяца. 23-летний Василий Вальчук получил 9 лет за то, что до смерти забил человека. В 18-м он повздорил соседом сверху, курсантом Академии ВСИН, который громко слушал музыку. Конфликт перерос в поножовщину, полученных ранений студент скончался, а Вальчук отправился в колонию. Для его родственников принципиально важно, что погиб он уже не как преступник и уже не как заключенный. 12 октября 2022 года на Украине погиб мой сын Вальчук Василий Дмитриевич. На территории Украины он находился как сотрудник ЧВК «Вагнер». Сын будет похоронен в Рязани. Сын погиб свободным. Впрочем, высокие потери среди зэков сложно назвать неожиданными. Пригожины и его вербовщики открыто предупреждают из тех, кто отправился с ними на войну, 80% живыми назад не вернутся. Пополнять ряды теперь будут и ополченцами. ЧВК Пригожин создает центры подготовки бойцов в Курской и Белгородской областях. Об этом стало известно только сегодня. Вообще, последние недели глава вагнеровцев занимает какую-то совершенно непомерную долю инфопространства. Громкие заявления по типу «Зеленский, симпатичный парень», открытая критика Минобороны и отдельных его представителей, открытие ЧВК Вагнер центра в Петербурге и, конечно же, заключенные, еще раз заключенные. Про трансформацию Пригожина из повара-президента в одного из самых заметных представителей путинской войны сюжет Филиппа Горенштейна. Певица Вика Цыганова героизирует своей размашистой композицией частную военную компанию Вагнера и ее создателя Евгения Пригожина. Но на деле же все гораздо прозаичней. Разбой, мошенничество, взятки, откаты, наемничество, пропаганда, во всех этих преступлениях напрямую или косвенно замешан Евгений Пригожин, человек многих талантов. Но благодаря каким из них, бывшему уголовнику и бизнесмену с прозвищем повар, удалось стать миллионером, героем России и одним из главных поставщиков живой силы на войну в Украине. Чем бы в последние годы не занимался Пригожин, одно оставалось неизменным подача исков о защите чести и достоинства. Подобные дела велись против Любови Соболь, Виктора Шендеровича, Алексея Венедиктова, Беленкет, и каждый раз выигрывались. Но судебная система не всегда была благосклонна к повару Путина. Впервые он познакомился с ней в 18 лет в качестве обвиняемого и проиграл. Тогда за кражу он отделался условным сроком, но через год Пригожина судили уже сразу по четырем статьям. Вот выписка из того дела. 20 марта 1980 года вечером Бушман, Пригожин, Капаев и Макека находились в ресторане «Океан». Выйдя из ресторана около 24 часов, они встретили ранее незнакомую Королеву. Пригожин предложил отобрать у нее имущество. Когда Королева открыла сумочку, Пригожин сзади схватил ее за шею и стал душить. Пригожин продолжал душить Королеву до тех пор, пока она не потеряла сознание. Пригожин и Макека сняли у потерпевшей золотые серьги стоимостью 50 рублей. Ну что вы хотите от Пригожина. Всю молодость человек провел в бандитской среде. Несколько у него уголовных статей, нары. Поэтому воспитание он получил как раз там. Какое там воспитание? Это значит перехитрить, кого-то обмануть, хапнуть, чтобы другой не успел. Ну и так далее. Сначала Пригожина познакомили с Медведевым, а затем и с Путиным. Последнему так понравились рестораны Пригожина и сам Пригожин, что президент проводил в одном из них теплоход Нью-Айленд встречи с мировыми лидерами. А самого ресторатора стали называть не иначе, как повар Путина. Владимир Путин увидел, как я не гнушаюсь лично подносить тарелки коронованным особам, ведь они ко мне в гости зашли. Пригожин время зрения не терял. Он организовал свою службу безопасности, в том числе просил официантов запоминать, о чем говорят мировые лидеры. Такие были доклады, я их лично читал, что там Обама сказал вот то-то, то-то, другое это. Так что человек, он далеко не простой. То, что Пригожин человек действительно непростой, подтверждает все, кто когда-либо имел с ним дело. Вот лишь некоторые из многочисленных отзывов сотрудников Конкорда, которые можно найти на общедоступных сайтах. Это был тихий ужас. Я даже представить себе не могла, что на свете бывают настолько неуравновешенные быдла, как Пригожин. Он всегда орал публично на людей, даже не труждая себя, разобраться в ситуации. Потрясающее отношение шефа к сотрудникам как к скоту. Оскорбления, рукоприкладства, угрозы реальной расправы, шантаж и, конечно, тайная комната в отделе кадров, где вас встретят с распростертыми объятиями, проведут экскурс в законы государства Конкорд и не выпустят, пока не подпишите, кое-какие бумажки. К своим сотрудникам он относился всегда отвратительно, как к пыли под ногами. Не то, что там, да, уважение личности, какие-то трудовые права, обо всем этом смешно, потому что было много свидетельств, но рассказывали вплоть до того, что он свою секретаршу возил в багажнике машины связанной, о том-то, что он лично избивал женщин на работе, давал им оплеухи, оплевал в них. Три года назад любовь с Соболь удалось выяснить, что причиной массового заражения дизентерии в детских садах Москвы стала еда, которую поставляла в них компания Пригожина Конкорд. После этого мстительный повар буквально объявил ей войну, бесконечные иски, попытки скомпрометировать, слежка за малолетней дочерью Соболь и, наконец, неудачное покушение на ее мужа Сергея Мохова. Как создатель и руководитель ЧВК Вагнера, Пригожин имеет отношение к тысячам, а может и десяткам, тысяч смертей. Убийства Архана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, которые расследовали деятельность его военных в Центральной Африканской Республике, совершены по его заказу, следует из материала досье Центра и многих других. Но есть как минимум одно убийство, которое, судя по всему, Пригожин совершил своими руками. Ну, он пришел на корпоратив и, значит, там они гуляли. В какой-то момент вот этот парень, Соколов, вышел из корпоратива, из ресторана и пошел вот на набережную. А там стоял небольшой катер, который принадлежал Пригожину. И вроде бы, как бы вот этот парень заметил матроса или охранника на этом катере, которого он знал. Но он спустился на этот катер, они обнялись, и тут появился господин Пригожин, который, в свою очередь, отмечал день рождения, приехал на катер, увидел, значит, посторонний, говорит, кто это такой. Ну, Соколов, возможно, он такой подшофе был, что-то ему ответил. В итоге Пригожин якобы ударился у парня, он перелетел через борт и утонул. Примечательно, что теплоход, на котором проходил корпоратив, это тот самый Нью-Айленд, столь любимый Путиным. Два уголовных дела по факту смерти Соколова просто исчезли. Очевидно, что Пригожин человек сверхэнергичный, деятельный и всеядный. Под контролем повара находится не только холдинг «Конкорд» и ЧВК, но и знаменитая фабрика троллей, бесчисленное количество ручных прокремлевских СМИ, рестораны, музеи, магазин Елисеева. По заказу Пригожина снимаются художественные фильмы про наемников, а его кейтеринговая компания продолжает обслуживать кремлевские банкеты. Под Петербургом он построил жилой комплекс «Северный Версаль» 45 особняков в стиле архитектуры 18-19 века. На днях в городе открылся ЧВК «Вагнер-центр». Культурный центр для граждан, патриотически настроенных, тех, кто хочет оказать помощь своей стране, как дворец творчества пионеров, но для взрослых, рассказала Фонтанка, сославшись на сотрудников центра. Пригожин сам никому не доверяет, все держит под контролем, контролирует все буквально мелочи в своей вот этой коррупционной бандитской империи. Почему именно он? Ну, потому что он жадный, беспринципный человек, а именно такие люди и нужны, и близки по духу Владимира Путину. С Владимиром Путиным не смог бы сработаться эффективное управление с совестью и с чувством собственного достоинства. Пригожин, конечно, в этом плане очень органичен для Путина человек. Все поручения, которым удается, да, кому еще давать? Ну, не Кудрин уже. О растущей популярности и политических амбициях Евгения Пригожина мы поговорили с юристом Алексеем Федяровым. Он давно следит за деятельностью ЧВК Вагнера и другими проектами, приближенного к Путину бизнесмена. Алексей, здравствуйте. Большое спасибо, что присоединились к нашему эферу. Мне кажется, уже можно констатировать тот факт, что звезды на груди Пригожина сверкают все ярче, как вам кажется, он стал реальной угрозой для тех, кто занимает удобное кресло в генштабе или вообще для всех остальных силовиков? Ну, нет, конечно, угрозой не стал фактором каким-то, да, фактором, на который нужно обращать внимание и влиятельным человеком, гораздо более влиятельным человеком, чем он был, да, конечно, стал. Но угрозы нет. Четко атакуют определенные фигуры, определенные, персонали, идет по персоналям и при этом абсолютно находясь в системе. То есть, это не бессистемный игрок, это системный игрок. Опять же, вот мы разговаривали с бывшим сотрудником ЧВК Вагнера, который рассказывал о том, что бойцы ЧВК воюют на порядок лучше контрактников, соответственно, приписанным к Минобороне. Илон Маск намного более эффективен, чем Роскосмос. Соотношение эффективности в частной компании и в государственной она всегда во всех случаях в пользу частной компании. Конечно, Евгений максимально настроен на сбережение бюджета, на повышение эффективности менеджмента компании, в то время как Министерство обороны работает исключительно на отчетность по спискам и ради бюджетов новых, которые не ограничены по сути на данный момент, а прибожно ограничены. Конечно, он будет гораздо более эффективен. Ну вот вы говорите, что он человек системы, а для меня, у меня складывается ощущение, что он не то чтобы очень похож на кого-то из окружения Путина. Он не боится замарать руки, он ездит по зонам, он там, не знаю, не греется на Мальдивах. Ну правда, складывается впечатление, что он намного деятельнее, чем многие из приближенных, опять же, Владимира Путина. Ну, у каждого свой путь наверх. Кто-то нашел свой путь, находясь в кабинете рядом, условно говоря, 25 лет назад. Кому-то нужно таскать каштаны из огня, кому-то нужно собирать кизяк, кому-то нужно жертвовать собой, кому-то нужно работать с грязью, но каждый идет к одной цели, каждый идет наверх. С чем вы связываете его растущую популярность, тем не менее, в последний месяц, скажем? Популярность? Упоминаний в прессе Пригожина стало намного больше. Только тем, что государство поделилось с ним монополией на насилие. Кроме него, наверное, есть только Рамзан Ахмадович Кадыров, но его монополия достаточно четко определена территориально, но с небольшими, так скажем, флюктуациями, когда его силовики выезжают по стране. Евгений территориально не ограничен и не только Россией, но и какими-то подконтрольными ему государствами, типа Центральной Африканской Республики. В связи с этим он единственный, кто может работать напрямую с этой аудиторией. Конечно, можно было бы найти кого-то более привлекательного, с гораздо более привлекательной биографией и саму ЧВК поставить условия, когда будет еще одна такой же мощности компания, не те мелкие, которые есть помимо него, а еще что-то серьезное и мощное, с другой харизмой и с другими людьми. Например, кто-то из, условно говоря, из генерального штаба, ну, грубо говоря, скажем, генералу Лапину поручит создать параллельную ЧВК. И тут еще посмотрим, кто будет более популярен и кто будет более известен в этой нише, так скажем. На этой неделе еще открылся центр ЧВК, я процитирую сотрудников, на которых ссылается Фонтанка, это дворец пионеров для патриотичных взрослых. Мне кажется, мы уже много видели таких центров, инициатив, проектов, и не то, чтобы это как-то выстреливало. Сейчас, как вам кажется, вот ЧВК может стать какой-то национальной идеей, что ли? Радикальные подразделения, типа такой разросшиеся черные сотни, радикальные вегеландские подразделения, они не смогут стать национальной идеей сколь-либо надолго, но тем не менее увлечь какую-то массу, конечно, смогут. У центров, которые создаются сейчас с Пригожиным, ну, фактически две миссии основных. Первая миссия – это легитимизация деятельности, придание какой-то легальной основе существования. И вторая цель – мы должны исходить из того, что есть территория у каких-то субъектов федерации, у руководителей субъектов, у Пригожиным нет территории. Это такие летучие ланскнефты, которым нужно где-то осесть, выстроить какую-то свою крепость. Они будут ее искать. От Путина можно избавиться. Бессмертных диктаторов не существует. И время российского подходит к концу. Режим поменяется в ближайшие несколько лет. Об этом в своей новой книге «Как убить дракона. Пособие для начинающих революционеров» рассуждает общественный деятель Михаил Ходорковский. Однако путинизм, сталинизм и самодержавие будут возвращаться в Россию снова и снова, пока не изменится система в корне. О том, как ее поменять, о русском бунте и тех, кто будет стрелять и встанет под пули, мы поговорили с одним из главных оппонентов Владимира Путина Михаилом Ходорковским. Михаил Борисович, здравствуйте. Очень рада вас приветствовать. Поскольку мы говорим сегодня о вашей книге, я себе позволю сразу цитату. революция это далеко не всегда уличные бои, штурмы, это бунт, пишете вы. Он часто сопровождает революцию, но не является обязательным и тем более главным элементом. Мы с вами знаем, что в России не было мирных революций никогда. Почему же, как вам кажется, она возможна сейчас или в ближайшее время? На самом деле в России была мирная революция, достаточной степени мирная революция, в которой я принимал участие в 1991 году. То стояние около Белого Дома, несмотря на то, что три человека погибло, это было очень печально, но тем не менее если мы говорим об этом как о революции, то она, конечно, мирная. То есть с двух сторон была угроза применения насилия, но до самого насилия фактически не дошло. Но все-таки история с ГКЧП это не, как сказать, не настолько масштабная революция, которая должна, по всей видимости, произойти сейчас в России, чтобы, правда, сменилась власть. Я бы сказал бы немножко наоборот. Конечно, история с ГКЧП это самая масштабная революция, которая могла быть на постсоветском пространстве. И более масштабной революции уже не будет хотя бы потому, что Советского Союза больше нет. Все остальные революции будут происходить с меньшим количеством населения и на меньшей территории. Тем не менее, действительно, существуют некоторые отличия. ГКЧП по факту оказалось менее кровожадным, чем на сегодняшний день уже является нынешний режим. и поэтому вероятность того, что революция произойдет при жизни Путина мирно, но и рассматривается как достаточно маловероятна. Я считаю, что Путин готов будет стрелять, ему в общем наплевать на человеческие жизни, и мы это видим. И соответственно, это вполне себе может быть такая полноценная гражданская война. Знаете, я с вами согласна в том, что Путин правда будет готов стрелять, но я не уверена, что люди и россияне будут готовы вставать под эти пули. Вот ваше пособие для революционеров, это вот для этих людей, которые должны все-таки выйти? Давайте разделим на несколько отдельных частей. Во-первых, кому обращена эта книга? Она обращена вообще, конечно, к тем людям, которые книги читают. Это отнюдь не все наши с вами дорогие россияне. Это в основном высоко образованные люди, которые в массе своей выполняют функции бюрократии. Бюрократии государственной, корпоративной. То есть это вот тот самый средний слой, который на самом деле управляет нашим государством. Если мы говорим про вторую часть вопроса, будут ли россияне готовы к тому, чтобы противостоять режиму с оружием в руках? Ну, ответ простой. Конечно, да. Просто давайте не сравнивать тех либералов и демократов, которые выходят с цветочками и ликами, рассчитывая на то, что вопрос о власти можно решить в рамках демократических выборов, и тех либералов, демократов, национал, патриотов, и всех прочих, кто есть на сегодняшний день и кто прекрасно уже понимает, что никаких демократических выборов при этой власти не будет, и, соответственно, вопрос о власти будет решаться совершенно другим путем. И это те люди, которые не пойдут на улицы своих городов без оружия, просто потому, что выходить на них без оружия совершенно бессмысленно. Если говорить как раз про тех людей, которые выходили с белыми ленточками, с цветочками, кто-то из них сидит, как Алексей Навальный, а большинство, я имею в виду, лидеров, наверное, уехали за границу. И вот, возвращаясь к нашей истории, например, к Октябрьской революции, мы помним, что Запад тогда активно помогал большевикам, и пломбированный вагон, и финансирование немецкое, и американские деньги Троцкого, якобы. Сейчас возможно ли устроить революцию, о которой вы говорите, из-за рубежа? Да, конечно, в большевистской революции, естественно, участие принимали в том числе МЧС, генштаб, который, как мы теперь знаем, предоставлял ресурсы Владимиру Ленину. Тем не менее, буржуазно-демократическая революция, я надеюсь, что сейчас именно о демократическом типе революции, она проходила за счет все-таки внутри российских. Думаю, что и сейчас основные ресурсы будут изнутри России. Люди сегодня находятся по обе стороны границы. Та функция, которую сейчас выполняют люди, находящиеся в том числе за пределами Российской Федерации, объяснять Западу, это объяснять тем людям на Западе, которые будут принимать решения по восстановлению отношений с Россией, кто, какие силы, какие цели и как Россия будет выглядеть после. Если это начать объяснять в тот момент, когда революция начнет развиваться, то с учетом вообще неторопливости Запада, скорее всего, что принятие решений оттянется на полгода. для того, чтобы не было такого ненужного никому, опасной потери времени, с Западом необходимо работать, объяснять ему уже сегодня. Последний личный вопрос во вступлении книги меня тронул момент, когда вы благодарите Путина за то, что он оставил вас в живых, так скажем. Позиция, которая идет несколько вразрез с тем, что вообще сейчас говорят о Владимире Путине и либеральная часть общественности и наши коллеги-журналисты. Не боялись ли вы, что вас закидают тухлыми помидорами? Я нахожусь в очень удобном для себя психологическом состоянии. Мне совершенно безразлично, что обо мне думают люди, кроме тех людей, к которым я отношусь с уважением. Вообще безразлично. По простой причине, потому что я не собираюсь никуда избираться. Меня очень всегда беспокоят небольшие группы, представляющие там может быть 2% населения, 3% населения, которые считают, что они могут навязать всему остальному обществу свое восприятие прекрасного и поставить границу отсечения тех людей, которые имеют право на слово в будущей России, ну, на очень высокую с их точки зрения отметку. Вот они там, например, борются за свободу, несут серьезные потери и издержки, связанные с этим. И вот слово должны будут иметь только те, кто несет такие же потери и издержки ровно так же, как они за эту самую свободу жестоко борются. Это очень понятно. Я не могу не уточнить, о ком вы говорите. Я говорю о достаточно большом количестве людей, которые называют себя активистами и, в общем, наверное, они активистами и являются. Если вы хотите, чтобы я сказал, что я что-то особенное имею по отношению к группе или команде Навального, то нет ничего особенного я по отношению к ним в этом смысле не имею. Они, в общем, одна из групп, которые формируют своих сторонников так, как они считают это правильно. Так вот, договорю. Договорю. К сожалению, если 3% населения берут власть, то это что угодно, только не демократия. Если мы хотим демократию, то поддержать нас должно более 50%, а желательно и почти все от российского общества. То есть, то, что мы предлагаем, должно быть этому самому российскому обществу приемлемо. А это значит, что вопросы мщения, они должны остаться глубоко в душе. Вот хочется, ну, окей, а с этим придется жить. И ровно поэтому я говорю, что я помню людям, которые мне сделали очень много плохого, очень много плохого сделали моей семье, очень много плохого сделали моим друзьям. Я им помню и это плохое, но я помню и хорошее. И поэтому я готов буду разговаривать с холодной головой вот с моими личными врагами. А я именно поэтому это же рекомендую и всем тем людям, от которых будет зависеть будущее России. не военная история, но очень важная, потому что она тоже про борьбу, борьбу с насилием, закостенелыми, так называемыми традиционными ценностями и про выживание. Я говорю о четырех дагестанских сестрах, которые недавно с огромным трудом, но сбежали из Дагестана в Грузию, их держали на границе, поджидали родственники, но сейчас они находятся в безопасном месте. Хадижат Хезриева, ее родная сестра Патимат, а также их двоюрные и троюрные сестры Аминат Газимагомедова и Патимат Магомедова подвергались в своих семьях физическому насилию. Их били и унижали во имя послушания, не давали учиться, потому что зачем? Можно же насильно выдать замуж. Двум сестрам сделали женское обрезание. Чаще всего эту операцию делают в кустарных условиях. Когда живешь в традиционном обществе очень трудно пойти против него, против влиятельной семьи, только рискуя всем, можно оттуда выбраться. Одна из сестер рассказала, что стало для них последней каплей перед побегом. спусковой крючком такого не было. Скорее, это было что-то накапливающееся из года в год, изо дня в день, с осознаванием того, что даже люди, которые привержены всем этим традициям, которые говорят, что все их устраивает, ты видишь, что все они вокруг тебя, к сожалению, не могут жить счастливо и во многом страдают. и ты понимаешь, что все, что происходит, это даже самих людей, которые там живут и якобы рады всему, всему происходящему, на самом деле просто не осознают, насколько они несчастны. Также я попросила у Фатимата рассказать про страшную традицию женского обрезания. Могу сказать про наше село, что там это очень распространено и большинство девочкам это делали. И про себя, именно про свой личный опыт рассказать не могу, потому что я ничего не помню и даже не знаю. Но вот моя старшая сестра, я помню прекрасно, как она рассказывала про свой опыт, как это было больно, как пришла какая-то старая женщина, ее держали и это было очень больно. Я помню, как она это рассказывала маме, спрашивала у нее, зачем это делалось, для чего. Но тема очень табуированная, об этом не распространяются нигде. И многие девочки, когда вместе сидят, у нас там тоже бывает, обсуждают эту тему, кому в каком возрасте это делали, помнят ли они какие-то подробности. Но к сожалению, больше я не знаю. То есть я сама не знала, что это что-то неправильное до того, как не стала постарше, не начала вообще задумываться о правах женщин. Насилие и избиение во имя Бога или Аллаха в случае с Дагестаном не бывает. Но когда насильник прикрывается религией, очень легко во всякой вере разочароваться. К сожалению, преподносили все так, как им выгодно, прикрывали этим свое насилие и делали все, что им вздумается, говоря, что это приписано Богом. На самом деле в религии, в исламе нет насилия над женщинами и нигде не написано, что это нормально заставлять что-то делать или принуждать к чему-то. Это очень большой грех, но у нас там считалось нормой украсть девушку. И насильное замужество тоже самое. То есть нигде не приписано, не написано, что можно насильно выдать девушку замуж и нигде не написано, что девушка не может получать образование. Но им было удобнее, прикрываясь этим, закрыть девушку дома, не разрешать ей развиваться, не объяснять ей истинную великию. И из-за этого многие страдают. Это еще и происходит из-за страха перед обществом. И напоследок. Я была в Дагестане и снимала фильм ровно на такую же тему, как женщины избегают из таких семей. Героиням, которые осмелились на это, да еще и рассказали об этом публичном, пришлось не сладко. Мне приходило тогда много угроз. И что тогда поразило, что писали в основном женщины с предложением приехать в их семьи и посмотреть, какой у них совет да любовь. То ли покорность, то ли незнание, что бывает совсем по-другому. Есть стереотип, что женщины на войне, они в основном, так скажем, в тылу. Но я, когда была в Украине, поразилась, увидев в террабороне хрупких девушек с автоматами. Среди защищающих свою страну на фронте оказалось много женщин, никогда ранее не державших в руках оружие. Разбивая все стереотипы, они сражаются не хуже мужчин и не боятся идти на передовую. Моя коллега Анастасия Милюкова поговорила с некоторыми из них и узнала, что помогает им преодолевать страх, как они выстраивают отношения с мужчинами и что им пришлось пережить за эти месяцы войны. До полномасштабного вторжения в Украину я вела обычный образ жизни и 24 числа в 3 часа ночи или в полчетвертого я только приехала домой уставшая вот легла спать и через полтора часа был звонок моего бывшего супруга с ним как раз находилась наша дочь и он позвонил и сказал Женя, нас бомбят, что делать? Сама же я как спала в пижаме, так и села в свой Порш и поехала в центр, я поехала в Киевскую область собирать всех своих друзей, всех будила по ходу и собирала. Конечно, да, картина была, знаете, как в каких-то фильмах, когда конец света. Я 10 лет назад закончила военную кафедру, военный институт, где получила офицерское звание младший лейтенант, что мне уже позволяло официально, если начнется война, принимать в ней участие как военно-обязанное. На войну я ушла через 6 дней. Я психотерапевт. Психотерапевт в методе Гешталья, то есть я психотерапевт сексуал. Мое утро 24 февраля не выглядит героическим или там романтическим. Я спала. Проснулась я от того, что мой подросток ребенок зашла в комнату. Мам, мам, мам в чате детей говорят, что война началась. Я ну так про Соня говорил даже Аришенька, пожалуйста, Ляш, тебе приснилось, тебе приснилось. Через 5 минут я поняла, что это не сон. Я вообще закончила медицинский университет. С работой немножко не получилось и получается так, что я подписала контракт в национальной гвардии. Мы не думали, когда ехали, что будет что-то такое серьезное, там какая-то война или военные действия. Там более-менее на третьей линии все спокойно. Ну, так получилось, что и нас война там достала и получилась там уже не третья линия, а нулевая. 5 часов утра где-то было. Связистка пришла, разбудила, кажет, девочки, просыпайтесь, там война началась. Мне 19 лет прошлого года я вступила на военную кафедру моего родного вуза Присарпатский национальный университет имени Василя Стефаника. Когда началась война полномасштабное вторжение, тогда я вступила до добровольческого формирования своего города. Полк специального назначения сафари, то есть простыми словами спецназа. Когда я пришла и сказала об этом, была моя мама и две мои близкие подруги, у них был шок и молчание. Мы были в Киевской области, в Ирпине, Житомирской области, Макаровский район, Сумы, Харьков, Ахтырка. Это так, то, что я так быстро вспомнила. В нашем спецподразделении у каждого есть своя должность. Я занимаю должность снайпера, плюс по умолчанию мы все стрелки, по умолчанию. Соответственно, у меня два вида оружия. Это снайперская винтовка 308 калибра и автомат АР-15 американская. Это мне подарили волонтеры. Разные виды зданий. В принципе, я не могу вдаваться в подробности, не могу сказать вам, то, что задача снайпера не только снимать цели, ликвидировать их. Задача снайпера также вести наблюдения и давать координаты, то есть данные. Поэтому, я же говорю, ошибочное мнение, что снайпер обязательно должен стрелять. не всегда. Я не планировала засу, не планировала. Это моя честность. Март месяц это было очень опасно. Мы были условно на втором, ну, условно, второй передок, то есть вторая линия передовой, потому что, когда проходила, проходили бои в Ирпене и Пуче, это приблизительно там 8-12 километров от нас, ну, от нашей городской части, вот, и поэтому все-все-все-все самые большие сливки, которые, ну, не считая нулевой позиции, да, самые большие сливки, конечно, мы почувствовали, да, Ротравиль, бомбежка Антонова аэродрома. Самое запоминающееся, что было для меня, это, конечно же, бомбежка Ротравиля торгового центра, который был не, ну, есть недалеко от нашей военной части. Это, наверное, самый масштабный взрыв, который я ощутила на себе. Взрывы прошли, я вернулась назад и говорю, а вот теперь, Настенька, давай проверочку на как ты выбегала, да, а я выбегала в ночнушке, извините за мелкие подробности, но при этом, ну, посмеемся, да, ну, естественно, под ночнушкой я была голышом, и поэтому я успела схватить плавки, засунув себе их, скажем так, в карман, ну, мало ли что, надо будет надеть, да, вот, я выбегала с гранатой в руке, выбегала со всеми деньгами, которые у меня были в сейфе, с зарядным устройством и телефоном, ну, то есть, ну, и с автоматом, ну, и там, на голое тело, у меня был, а, у меня был броник в руке, граната в руке, автомат в руке, и засунуты в карманы трусы, и все-все-все деньги, зарядное устройство и телефон, все. Я инструктор тактической медицины, я преподаю военную медицину, я, как правильно себя повести на поле боя, как помочь своему товарищу, самому себе, как остановить, Я пулеметница, пулеметница 72-й окремой механизма бригады. Хотела защищать родину. Была свободная вакансия пулеметчицы. Мы с друзьями стали основой пулеметного взвода нашего подразделения. Впервые я переживала, что я смогу с ним работать, потому что я в гости такая хрупкая девушка, небольшая, потому что если смотреть на моих побратимов, то это двухметровые пацаны и я. Большая разница. Сначала мои родители не знали об этом. Они узнали где-то на втором месте моей службы уже в ЗСУ. Они спросили, что я служу. Я ответила, что да. И они сказали, что пора до перемоги. Много раз было такое, да ну вы все нафиг, я все, я больше не могу. А потом, Жень, ну в смысле ты? А что ты будешь там делать? Ты же привыкла уже здесь. Ты же дала слово украинскому народу, что ты будешь их защищать до конца войны. Жалею ли я? Периодически да, буду откровенна. Но я объясню почему. Ну, во-первых, я очень устаю. Это правда. Но я все равно тыловик. Да, я не на передке. Во-вторых, я все-таки женщина, которая скучает за ребенком. То есть есть много позиций, которые выбивают меня. Я не воин и я не живу войной. Сейчас я мать большой роты. Я морально-психологически поддерживаю этих ребят. Я точно на своем месте. Еще буквально месяц назад я говорила о том, что как только это все закончится, первое, что я сделаю, брошу курить Айкос и выйду замуж. Но так сложилось, что Айкос я бросила курить неделю назад и выхожу замуж скоро. Соответственно, это уже не актуально. Поэтому придется себе поставить новый план. Но, судя по всему, коль это у меня произошло, значит скоро и мы должны победить. Хочу напомнить, что во время Второй мировой войны в рядах советских военнослужащих были сотни тысяч женщин. Даже по некоторым данным их было до миллиона. При этом герой-победитель – мужчина. Памятники, фильмы, литература. И даже сейчас, хотя мы вроде уже в эмансипированном обществе живем, все равно воин-победитель – это только он. Но самое несправедливое, как по мне, это то, что воевавшие женщины после возвращения домой в прямом смысле слова унижались. Их даже называли военно-полевыми женами из-за отношений с солдатами на фронте. Избежать этих отношений, как вы понимаете, было нельзя. Ну и после таких связей никто женщин, вернувшихся с фронта, и замуж брать даже не хотел. Хорошо, что все это идет в разрез с судьбой героини нашего сюжета, который мы только что показали. Ну и прошло, в общем-то, уже почти 70 лет. Это была программа Inside the Week. Я Марфа Смирнова. И прощаюсь с вами до не следующей недели, а до встречи, на самом деле, через две недели. Смотрите нас на Инсайдере в 17.00 по московскому времени. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»